МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ещё недавно сфера трансплантологии и донорства органов в России была будто бы закрыта от публичного обсуждения. Слишком страшно, слишком рискованно, слишком близко к смерти. Но Конституционный суд на днях напомнил. Даже если мы умираем, то врачи вправе использовать наши органы, не спрашивая согласия. По закону они даже информировать не должны. Ни нас, ни наших родственников. Теоретически можно отказаться, если вы в сознании, если вы успеете пригласить нотариуса. Алина Саблина не успела. И с её телом поступили по закону. Может быть, она бы даже была не против помочь кому-то. Но мы этого никогда не узнаем. Она трагически погибла под колёсами автомобиля. Подробности Марии Евсюковой. Узнать об этом, что сломали ещё крест, это вообще было страшно. Что даже на кладбище ребёнку не даёт покоя. Потом сделали и постояли, как-то спокойнее стало. Целый год могила Алины Саблиной стояла без креста. Его повредило упавшее дерево. Восстанавливать разрушенное администрация кладбища сначала отказывалась. Но родственники настояли. Каждый человек старается жить по совести, по заповедям Божьим. Не понимаешь, почему такое бывает. Трагедия в семье Саблиных произошла два года назад. В Екатеринбург позвонили московские врачи и сказали, что Алину сбила машина. Шансов выжить мало. Авария случилась на этом пешеходном переходе. По первой полосе машина остановилась, и мы пошли. А по второй полосе уже ехала машина, которая не затормозила, и я начала бежать. Алину сбила машина. Когда я обернулась, она лежала примерно в 10 метрах, чуть дальше, чем остановка. В тот день студентки готовились к экзамену. К вечеру проголодались и решили сходить в магазин. Она была очень активна, очень позитивна. Везде старалась успеть. Летала в Чехию, ходила на танцы, подрабатывала. Хотела стать телеведущей, откладывала на курсы восстанки. Неделю родственники девушки тежурили возле реанимации в больнице имени Пирогова. Но не приходя в сознание, Алина скончилась от тяжелейшей черепно-мозговой травмы. О том, что ее дочь умерла, Елена узнала через сутки. О том, что девушку буквально разобрали на органы еще через месяц. Позвонил не врач, который наблюдал ее, а похоронный агент. Поэтому я была на 100% уверена, что она не сама ушла из жизни, а ей помогли. Ну и читая заключение судебно-медицинского эксперта, я увидела, что у Алины были неизъяты органы. У нее изъяли шесть органов – сердце, почки, часть аорты, нижнюю полую вену, надпочечники и часть правого легкого. Но разрешение на трансплантацию не давали ни сама Алина при жизни, ни ее родственники. Елена до сих пор не может поверить, что ее дочери нет в живых. Кажется, сейчас раздаться телефонный звонок, и в трубке прозвучит родной голос. Она была способным очень ребенком, у нее были очень способные ноги. То есть способность ребенка в балете – это именно то, что дал тебе Бог. И вот ей он как раз именно это и дал. Эту способность, это вот быстрое схватывание, координация была хорошая. Поэтому она очень хорошо схватывала, очень легко шла на контакт. Молодая и одаренная девочка всего добивалась сама. Хорошо училась в школе, поступила в столичный вуз. Казалось, в жизни ей все давалось легко. А если трудности и возникали, то Алина их с легкостью преодолевала. Даже когда я сравниваю свою жизнь и ее, то в своей жизни в основном принимала она участие. А мы смотрели, гордились ей. Поэтому для меня она всегда была и будет. Я не говорю о ней в прошедшем времени. Гибель любимого ребенка принять практически невозможно. Но то, что ее дочь буквально распотрошили после смерти, для Елены сравнимо с кощунством. Следователи в действиях врачей состава преступления не нашли. Все по закону. Но семья девушки до сих пор сомневается, оборолись ли за ее жизнь до конца. Кстати, водитель, сбивший Алину, уже на свободе. Его осудили на три года в колонии-поселении. Но меньше, чем через год он попал под амнистию. За два года он перечислил сумму в размере 10 тысяч. Но этих денег только на венок хватает. На памятник нереально поставить. У нас сегодня сложный разговор. Потому что принять в нем участие согласилась мама Алины, Елена Владимировна. Здравствуйте, Елена Владимировна. Рядом с Еленой Владимировной юрист, который поддерживает профессиональную семью. Антон Леонидович Бурков. Елена Владимировна, если позволите, да, такой вопрос. А вы знаете, кому пересадили Алинины органы? Как эти люди себя, может быть, чувствуют? Давайте я помогу вам. Мне сказали, что это не разглашается тайно. И я не знаю. А скажите, пожалуйста, вы в принципе против донорства органов? Или если бы вас, например, попросили об этом, вы бы согласились? Или, может быть, нет? Дело в том, что донорство органов... В законе прописано, что органы изымают у трупа. Но есть часть органов, которые изымают у живого человека. И я не уверена, что мой ребенок умер своей смертью. Антон Леонидович, скажите, а можно ли, например, доказать постфактум, уже после того, как человека не стало, что ему была оказана вся медицинская помощь возможная или не вся? За 24 года действия этого закона таких случаев не было. Таких это каких? Вот невозможно было доказать, что что-то было сделано неправильно. Все в бумагах было прописано, было правильно. Дело в том, что закон, он сформулирован таким образом, что люди ставятся в ловушку, попадаются в ловушку. Ведь презумпция согласия, она должна как действовать? При жизни должны предпринять все меры, чтобы выяснить согласие. Задолго до несчастного случая. Отметка в паспорте, отметка в водительском удостоверении, в базе данных, какой-то доступной врачам. И если это... Но у нас-то в законах это не прописано. У нас в законах это не прописано. То есть другими словами по закону все произошедшее не вызывает критики? Наоборот, вызывает. Почему? Потому что до смерти, до несчастного случая никто не выясняет этого согласия. И даже после несчастного случая, что случилось с семьей Саблиных, у них никто не выяснял согласия. В течение шести дней нахождения их в реанимации. Но судя по решению конституционного суда и не должны были. А давайте я сейчас этот же вопрос задам Дмитрию Николаевичу Суслову, заместителю главного трансплантолога Санкт-Петербурга. Дмитрий Николаевич, да, вот пострадавшие, да, будем так их называть, они подозревают врачей в том, что они были как-то мотивированы к тому, чтобы не оказать всю возможную помощь для Алини. Такое может быть, да? И правда ли, что какие-то органы, например, должны быть изъяты у человека, когда его физическая жизнь еще не завершилась? Ну, понимаете, что мы понимаем под физической жизнью? Есть достаточно четкое определение смерти. Если у человека прекращается функция головного мозга, а при изъятии донорского сердца эта процедура диагностическая является обязательной, то человек с того момента, как у него диагностирована смерть мозга, является умершим. Согласно всем нормативным документам Российской Федерации. Трансплантологи? Имеют право подойти к такому пациенту только тогда, когда диагноз смерти мозга у него установлен. Кто устанавливает этот диагноз? Устанавливает независимая комиссия того лечебного учреждения, в котором находится данный пациент. Все претензии пострадавшие, они могут обращать, я так понимаю, не к трансплантологам, а к тем людям, которые констатировали смерть и невозможность вернуть человека к жизни? Ну, наверное, не к тем, кто констатировал смерть, а, наверное, к тем, кто лечил этого пациента. А это разные люди? Это абсолютно разные люди. Так, хорошо. Абсолютно разные люди. Хорошо. В вашей практике часто ли вы сталкиваетесь с претензиями и вообще с намеками на то, что врачи как-то были, ну, были мотивированы, я повторю это слово, к тому, чтобы зафиксировать смерть? Ну, вы знаете, мне не приходилось этого видеть. Слышать приходилось, что обращают внимание на это, но видеть я не видел. Хорошо. Те случаи, в которых я принимал участие, ну, после, как трансплантолог, потом, там все происходило в соответствии с законом, и мы даже близко никак не влияли. Слушайте, а вы как врач вообще, как считаете, презумпция согласия, это нормально? Нормально? Это абсолютно нормально. Почему? Презумпция согласия, это абсолютно нормально. А вы тоже были бы не против, если бы ни вас, ни ваших родственников не спросили? Да. Почему? Потому что, я объясню, потому что я могу не сказать об этом, я уже не могу ничего сказать. Ну, родственники могут. А какие права имеют родственники на мои органы? Хорошо. Какие права? Хорошо. Сейчас будем разбираться. Значит, почему государство так сильно бьется за эту самую презумпцию согласия? Кого защищает этот закон, живых или мертвых? И главное, как заставить себя считаться, даже если ты умираешь. Вот об этом мы поговорим сразу после рекламы. Не переключайтесь. В эфире открытой студии мы сегодня говорим о донорстве органов, о том, что это оказывается не наше право, а наша обязанность. Во всяком случае, так считает Конституционный суд, который своим решением подтвердил право врачей использовать органы умершего человека, не спрашивая согласия ни его, ни его родственников. Я напоминаю, что для вас работает медиа-центр. Сегодня ваши звонки и сообщения принимают Ирина Петрова и Виктор Черногус. Коллеги. Да, Инна, спасибо. Добрый день. Ну, давайте напомним, прежде всего, зрителям. Пишите нам на форуме программы, в социальных сетях ВКонтакте и в Твиттере, и работает наша горячая линия. Инна, что у нас? Ну, люди, конечно, прежде всего, выражают человеческую поддержку Елене Саблиной. И вот еще что пишут. Виктор, только добровольное согласие донора или его близких родственников на пересадку органов после смерти может быть условием правомерности и этичности трансплантации. Но вот кто будет констатировать эту смерть? Ну, или вот еще, Евгений, вопрос не в том, жалко или не жалко органы после смерти. Вопрос в том, что если вы попали в больницу живым, и есть заказ на органы. Ведь почему люди боятся? Потому что это страх за свою жизнь, потому что человек, который идет на операцию, он должен быть уверен, он должен доверять врачу, и он вообще должен быть уверен в том, что он останется жив, и его не разберут на органы. Но вот говоря о голосовании, 65% наших зрителей категорически не согласны становиться донорами после смерти. Виктор. Ну, я хочу рассказать о западном опыте. Там трансплантация выполняется в гораздо больших объемах, буквально поставленный поток, десятки тысяч людей были прооперированы. И там существует совершенно разная практика. Например, в Бельгии, Австрии и Чехии действует презумпция согласия. То есть это, в принципе, то, о чем говорится в решении Конституционного суда российского. В ряде других стран, крупных Германии, Франции, Испании, работает концепция испрошенного согласия. То есть если сам человек не может дать разрешение на трансплантацию своих органов, то это делают его родственники. В Соединенных Штатах к проблеме подошли со свойственным американцам прагматизмом. Там, например, при получении водительского удостоверения спрашивают, согласны ли вы быть донором. И если человек говорит, что да, на его водительском удостоверении делают специальную пометку в виде сердечка. И, соответственно, врачи при ДТП или каких-либо еще происшествиях уже знают, что согласия спрашивать не нужно. В Израиле и Ирландии существует похожая практика. Там донорам выдаются специальные заполненные карточки, которые они должны держать при себе. Но радикально все подходит к вопросу в Китае. Там не нужно спрашивать согласия у родственников. И там даже при транспатологии используются органы людей, которые были приговорены к расстрелу, за что Китай подвергается осуждению мирового сообщества. Такая практика существует в Европе и других странах. Спасибо большое. Но мы возвращаемся к нашей практике. Я представляю наших экспертов в Москве. Это Алексей Анатольевич Старченко, член управления Лиги защиты прав пациентов. И журналист, хорошо вам всем известный, Наталья Борисовна Медлина. Здравствуйте, уважаемые эксперты и коллеги по дискуссии. Алексей Анатольевич, первый вопрос вам. Знаете, мы тут все, да, о медицинской практике. Мы ведь, попадая в больницу, подписываем информированное согласие о чем бы то ни было. Если нам предстоит какая-то операция или диагностическое исследование с использованием наркоза или какой-то седации. Оставляем телефоны родственников на случай, если что-то пойдет не так и с кем-то нужно будет связаться. Почему в таком важном деле, как донорство, трансплантология, не используются вот эти бюрократические механизмы, к которым мы и привыкли? У меня нет ответа на этот вопрос. Я с этим борюсь уже 20 лет. То есть закон, который был принят в 1991 году, в 1993 году, это законы, которые принимались в России, которые лежали в руинах в правовом смысле. И, конечно, мы без презумпции несогласия, как это было в Испании, например, 20 лет была презумпция несогласия, выработали прозрачные механизмы установления диагноза смерти мозга и только потом перешли к презумпции согласия. Мы сразу в Новой России перешли к презумпции согласия, не уважая права человека, права гражданина, права налогоплательщика. Почему эта проблема возникла? И, например, центры общественного мнения проводили позапрошлом году серьезные опросы, социальные опросы общественного мнения. Люди не доверяют сегодняшней медицине. Мы знаем качество медицинской помощи сегодня, и, конечно, мы понимаем, что некие огрехи при лечении больного с черепно-мозговой травмой возможны. Более того... Наверное, не огрехи, а возможные варианты. Я бы здесь не хотела подозревать врачей. Я выражаю просто осторожно, исходя из присутствия потерпевших в аудитории. То есть мы говорим о том, что если у нас черепно-мозговая травма, обязательно должен быть лечащим врачом нейрохирург сегодня. Где у нас такое количество нейрохирургов? А доноры признаются, то есть люди признаются донорами в отсутствии нейрохирурга и нейрохирургического лечения черепно-мозговой травмы. Где у нас полно в каждой центральной районной больнице компьютерный томограф или МРТ для того, чтобы установить диагноз черепно-мозговой травмы? Нет этого. То есть мы... Это же на протяжении 20 лет это было. Секундочку, Александр Анатольевич, а районные больницы... Секундочку, Александр Анатольевич, это важный организационный такой момент. А что, много ли районных больниц в регионах, они поставляют что ли органы для трансплантации? Это их главная задача. Вот что меня возмущает в решении, в определении конституционного суда. И 2003 год это то же самое определение конституционного суда. Вы знаете, провластные структуры, члены конституционного суда, депутаты, министры, чиновники различного уровня, они не... и ни они, ни их родственники никогда не становятся донорами. Потому что они лечатся в другом здравоохранении. У них здравоохранение элитное, за наш счет налогоплательщик. Нет, ну может быть мы об этом... А в других районных больницах где мы лечатся? Может быть мы об этом просто не знаем ничего. Поскольку все-таки донорство, да, это такая сфера, которая покрывается тайной. Но я поняла вашу мысль, Наталья Борисовна. Понятно, что стать донором это, ну отчасти что ли, обеспечить себе билет в бессмертие, да, продлив свою жизнь после смерти. Но правда, это вопрос этический, вопрос общественной дискуссии. Почему это нужно делать принудительно? У вас есть ответ на этот вопрос? Почему не спросить? Инна, во-первых, я хотела бы выразить глубочайшие соболезнования Елене. И, возможно, единственным утешением для нее может стать тот факт, что сегодня сердце ее дочери бьется в каком-то живом теле. Что сегодня, уйдя на небеса, она спасла чью-то жизнь. И, по всей видимости, не одну. Я не думаю, что это какое-то глубочайшее утешение. Но вообще для того, чтобы говорить о трансплантологии, я в 2007 году занималась очень подробно этой темой. И у меня был ребенок, который больше двух лет в Баклевском центре ждал трансплантации сердца. И в конечном итоге ему пересадили сердце в итальянском Бергамо, потому что у нас, так сказать, фактически отсутствует детская трансплантация. И тем не менее, мне посчастливилось снимать в Испании. Безусловно, вот мы с Алексеем Анатольевичем как раз перед эфиром поднимали испанскую тему, потому что Испания, чтобы вы понимали, она стоит на одном из лидирующих мест по количеству трансплантаций в год. И там очень сильно ассимилирована в эту тему католическая церковь, очень сильно движение общественное, журналистика. Там не может быть в сюжете таких выражений, как «выпотрошили», «расчленили», «разобрали на органы». Я не говорю о том, что трансплантация – это некая панацея. И у меня, к сожалению, после эфира, женщина, которая 5 лет, она была героиней моего сюжета, большой программы, через 2 дня после этого, она 5 лет ждала трансплантации почки, ей была сделана операция, но потом мы встретились с Сергеем Гате, и он мне сказал, что она прожила всего лишь 2 года, она скончалась. Это не вариант. Но я вам хочу сказать, что я присутствовала на мессе в одном из центральных католических соборов Мадрида, где собрались порядка 150 людей с пересаженными органами. Это было фантастическое зрелище. Они молились за души тех людей, имена которых они не знают, но чьи органы помогли им выжить. Это все было показано по телевидению. Это идет рекламная кампания, которая, в общем-то, настраивает людей на то, не уносите с собой, если у вас есть возможность спасти человеческую жизнь, сделайте это. Я разговаривала, знаете, с сантехником. Сантехник возглавляет эту организацию людей с пересаженными органами и так далее. Он мне показал карточку, ему 69 лет. Ну, это, в общем-то, возраст для трансплантации не самый удачный. Он мне показал карточку, она называется «Я донор». И таких карточек в Испании миллионы. К сожалению, вот я хотела бы призвать прежде всего журналистское сообщество к максимальной осторожности в отношении этой темы. Она очень деликатная. И мы находимся, чтобы вы понимали, на пещерном уровне по части трансплантологии. Здесь и в целом недоверие не только врачам, которые занимаются и сочетны с трансплантологией. Мы вообще не доверяем врачам в целом. И неважно, мы можем погибнуть на стуле... Да, тут спора не получится, мы не доверяем. Но ничего не делается для того, чтобы это доверие возросло. У меня сейчас плохой будет вопрос. Вот это абсолютно точно. Я прямо заранее прошу меня за него извинить. Прямо очень грубый, посконный, прямой вопрос. Елена Владимировна, скажите, пожалуйста, а вам выплатили, может быть, какую-то компенсацию? Ну, деньги. Дело в том, что на похороны никакие компенсации никто не выплачивал. На похороны собирали дети всей России. Все, спасибо. Нет, я же в другом. Дмитрий Николаевич, насколько я понимаю, органы... Ну, разными же путями идет трансплантология. В том числе органы можно купить, можно заплатить деньги за трансплантацию. Может быть, государство так и цепляется за эту самую презумпцию согласия, потому что есть возможность получать материал бесплатно, не платя никому? Ну, в законе о трансплантации и в основах законодательства написано о том, что орган не является предметом купли-продажи. Поэтому этот вопрос здесь закрыт исходно. Секундочку, но при этом... Вы говорите о возможности нелегальной трансплантации в странах, где нет законодательства соответствующего, где покупаются органы у живых доноров. Да. В Российской Федерации это закрыто. Но предложение существует? Предложение существует, да. Предложение существует, и ты можешь, да. Вы можете поехать в Пакистан. Там эпизодически работают два госпиталя. Алексей Анатольевич, вы хотели добавить что-то? Можете пойти в Китай, можете получить там органы. Да, нам сейчас подробно рассказали о том, как это там делается. Алексей Анатольевич, вы хотели что-то добавить, возразить? Ну, понимаете, в чем дело? Я не считаю трансплантологией зоной, свободной от коррупции. Наше здравоохранение недостаточно коррумпировано. Мы все получаем медицинскую помощь, иногда за нее платим в карман и в качестве платных медицинских услуг. Я не считаю, что трансплантология так уж может быть зоной абсолютно нулевой коррупции. Я считаю, что здесь должны быть проведены более жесткие требования к процедуре. Ну, например, ту процедуру признания смерти мозга в обязательном порядке записывать на видео, чтобы затем эксперты могли проанализировать не только бумаги, сами протоколы, но и проанализировать качество оказания медицинской помощи по видеодокументации. А где-нибудь это принято? А где-нибудь это принято в мире? Вот такая вот двойная проверка. Ну, иногда, да, это осуществляется по просьбе, допустим, самого пациента. Я не знаю, принято это или нет, но дело в том, что сегодня кризис доверия. Как мы можем это доверие завоевать? Только прозрачностью процедуры. Вот те документы, которые были у нас, раньше действовал приказ, например, ну, один из приказов Министерства здравоохранения о признании человека трупом, фактически, с диагнозом смерти мозга. Эти процедуры не были никогда легитимно чистыми. В них содержались серьезные медицинские огрехи в самой процедуре. И сегодняшний документ, который действует, он тоже содержит ряд неопределенностей. Ну, например, не каждый врач-анестезиолог знает все периоды полураспада или периоды полувыведения всех лекарственных препаратов, которые вводятся пациенту. А по инструкции он должен проследить этот период. А откуда он почерпнет такую информацию? Из медицинской карты. Когда этот документ, например, приказ Минздрава обсуждался, я лично просил Минздрав в качестве приложения внести таблицы с периодами полувыведения к приложениям этому приказу. Потому что я сегодня... Вообще это его профессия. Спрашиваю реаниматологов периоды полувыведения, полувыведения препаратов, они их просто не знают. Они не могут выдать эту всю процедуру, четко выполнить. Адвокаты сегодня должны подавать вести на презумпции. Это вопрос, в конце концов, профессиональной пригодности специалиста. Если он работает анестезиологом, он должен знать, с какими препаратами он имеет дело, а главное, какой период вывода, полувывода и так далее. Вы понимаете, это не вопрос пригодности, это вопрос официальной информации. В одном источнике, если это не официальная информация, будет приведен один период полувыведения, в другом совершенно другой. Какой нужно, никто не знает. А в предыдущей инструкции о полувыведении вообще речи не шло. Там вообще это отсутствовало. Хотя доказательством было, как бы основным доказательством... Александр Ильич, да, это проблема... В психологии не было никого. Все, я поняла. Я поняла, думаю, наши зрители тоже поняли. Вы хотели что-то сказать, Александр Ильич. Я хотел сказать, что мы немножко уходим от главной проблемы. Почему встает такой вопрос недоверия к врачам? Потому что у нас изымают органы без согласия, не получая его предварительно. И при этом, когда люди находятся у своей дочери в реанимации 6 суток, у них тоже никто не подходит и не спрашивает согласия. А их пускают в реанимацию? Их пускают в реанимацию, к ним подходят и говорят, готовьтесь к худшему. Состояние ухудшается, но при этом за стеной тут же делают звонок трансплантологам и говорят, у нас потенциальный донор. Приготовьтесь в любой момент. Нет, ну с одной стороны, это такая профессиональная кухня. Здесь, я повторюсь, здесь... Это не профессиональная кухня, это ущербное законодательство, которое существует 24 года уже в России. И ничего не делается для того, чтобы создавать базу данных доноров. Нет, возможно, это неделикатно, особенно если родители это слышат или близкие это слышат. Но вообще, когда есть задача спасти чью-то жизнь, наверное, это... Я с вами согласен. Это нормально. Чтобы не было таких неделикатных ситуаций, нужно заранее выяснять согласие населения России о желании быть донорами. Для этого должна быть база данных доноров. Отметка в водительских удостоверениях с этим сердечком. Наталья Борисовна, вы хотели что-то добавить. Вы знаете, вот если мы отмотаем эту историю назад, и Елена вспомнит все, что происходило с ней, когда она 6 суток находилась в реанимации, вот здесь, мне кажется, врачи совершили очень большую ошибку. Вот если бы они привели мать, констатировав смерть мозга, показали бы ей аппарат, да, на котором была уже короткая линия. Я сейчас, возможно, Алексей Анатольевич сейчас меня поправит, но я хочу, чтобы это было так. Если бы они привели, дали бы возможность попрощаться и сказали, вы знаете, она на искусственной вентиляции легких, у вас есть шанс, ну, она вас не слышит и уже никогда не услышит. Или слышит, но мы об этом не знаем. Все-таки спасти чужие жизни. Вы можете привезти священника сюда. Она, мы еще 6 часов будем ее наблюдать, да. И у вас есть время для принятия очень важного решения. Наверное, это должны быть специальные люди, специально подготовленные, знаете, как психологи МЧС. Они ведь знают, что они должны сказать человеку, потерявшему... Нет, но специалисты хосписов абсолютно обучены. Специалисты хосписов знают, как себя вести в ситуации, когда человек умирает, уходит из жизни, и как вести себя с родственниками. Елена Владимировна, с вами были деликатны. Да, вот если бы, Инна, вот если бы эта процедура, она бы прошла именно таким образом, как я ее описываю, я не думаю, что в душе Елены остались бы какие-то сомнения. Давайте мы ее спросим. Прости, Господи. Давайте мы ее спросим. Вот я не знаю, я обращаюсь к Елене. Вот такой вариант. Мы как раз ее об этом и спрашиваем. Далья Владимировна. Если ребенок находился в состоянии искусственной комы, я не знаю. Но заявление у меня такое взяли. А что это за препарат? Зачем? Не знаю. То есть вы его действительно купили? Я купила препарат минирин в таблетках. То есть все, о чем с вами говорил врач, это о том, что необходимо зафиксировать, да, то, чтобы деньги потратили на некий препарат. Я написала заявление, я отдала этот документ, но после этого никаких вопросов не возникало. Я поняла. Спасибо же. Лев Моисеевич, вот, наверное, пришло время вам высказаться. Смотрите, просто отсутствие человеческих каких-то навыков в медицинской среде, оно способно, мне кажется, вообще повредить трансплантологию как науки в России. Потому что сейчас поднимется огромная волна тех, кто возражает. А всего-то навсего нужно быть людьми. Эта проблема как-то решается в медицине? Вы понимаете, быть людьми – это лозунги. Мы всегда за все хорошее и против всего плохого. Трансплантология – это очень важная наука и мощная специальность. И, увы, жизнь так устроена, что бывает жизнь какого-то человека без органа невозможна. Но та ситуация, которая сегодня, вот эта презумпция согласия, на мой взгляд, это невозможная вещь, дичайшая и просто отвратительная с точки зрения человечности и гуманности. Поясню, почему. Философы вообще как бы сходятся в том, что одно из самых главных отличий человека от всех других живых существ, как ни странно, – это знание о том, что он смертен. Ни микроб не знает, ни кошка, ни собака, ни слон, ни даже приматы, что они смертны. Испокон веков, с древности к смерти принято относиться с уважением. Это грандиозное, страшное событие. Как можно без согласия человека, заранее ли взятое, или его ближайших родственников, его разбирать, у меня в голове это не укладывается. Я бы тоже не использовала таких жестких слов. Безусловно. Ну, а мы все-таки понимаем мягче, жестче, но мы понимаем, о чем мы говорим. Так дело в том, что нюансы имеют значение. Вот что. Без нюансов. Та ситуация, которая сегодня есть, она невозможна с точки зрения этики и психологии, на мой взгляд. И более того, она и будет питательным полем для того, чтобы вот такие несчастные родители, родственники были вынуждены предполагать какие-то конспирологические вещи, которые теоретически возможны. И умножать недоверие к людям, от которых, как правило, зависит наша жизнь. Мы прерываемся на очень короткую рекламу для того, чтобы вернуться и продолжить говорить о том, окончательное ли решение Конституционного суда, как заставить себя уважать. У нас на связи будет человек, нуждающийся в донорском органе, так что не переключайтесь. В эфире «Открытая студия». Мы говорим сегодня о донорстве органов, о наших правах, об однозначной презумпции согласия, которое принято законодательно. Я обращаюсь в медиа-центр. Коллеги, что у вас есть на эту тему? Да, я хотел бы цифруем подтвердить тезис Натальи Метлина о том, что все очень печально обстоит с операциями по пересадке органов в нашей стране. Действительно, это так. Примерно полторы тысячи операций выполняется в год в России. Для сравнения, в Соединенных Штатах три тысячи операций только по пересадке сердца осуществляется в год. И, как говорят специалисты, как минимум в десять раз должно быть больше трансплантации в стране. Тогда мы сможем хоть как-то помочь страдающим людям. Потому что сейчас, опять же, по статистике, летальность в листе ожидания пациентов 60% составляет в нашей стране. 6% соответственно, это Европа и Соединенные Штаты. Ну и кроме того, не хватает катастрофически органов. Опять же, по статистике, в Испании 35 человек из миллиона готовы пожертвовать свои органы после смерти. В России, соответственно, три с половиной человека. Опять же, в десять раз меньше. Ну и заканчивая, скажу, что это тем более обидно, учитывая, что наша страна является одним из пионеров в трансмонтологии. Первая операция по пересадке органов от человека к человеку была сделана именно в Советском Союзе в 1933 году еще. Я думаю, что цифры эти некорректны, потому что людей не спрашивают. Спросили бы, может, и цифры бы изменились. С нами на связи Светлана. Она живет в Москве. Светлана уже несколько лет ждет очереди на пересадку. Светлана, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Спасибо, что вы сегодня с нами. Светлана, вы ждете пересадки легких. Я правильно понимаю? Да, я ожидаю трансплантацию легких. У меня диагноз макоксиноз. Как давно вы ждете в своей очереди? Ну, три года уже ожидаю. А что говорят врачи? Сколько еще времени у вас есть на то, чтобы пользоваться препаратами, да, и какими-то механизмами для поддержания способностей ваших легких дышать? Ну, да. 24 часа я хожусь на аппаратах, вентиляции легких. И сколько на них пробуду, конечно, еще неизвестно. Но все зависит от того, когда появятся донорские органы. Но аппараты способны полноценно поддерживать вашу жизнь? То есть это может быть еще год, два, три? Долгое время поддерживать, конечно. Скажите, а как вы относитесь к презумпции согласия, о которой мы сегодня говорим? Ну, я отношусь к положительным. Положительным? Да. Терять, конечно, это близких очень тяжело. Но если есть возможность спасти чью-то жизнь, то, я думаю, стоит дать шанс. Спасибо вам большое, Светлана. Мы вам желаем поправиться. Желаем, чтобы как можно скорее подошла ваша очередь. Кстати, нашим зрителям я хочу сказать, что если кто-то захочет помочь Светлане, то все реквизиты, координаты вы можете найти на нашем сайте. Светлана, вы не отключайтесь, вы смотрите за нашей дискуссией. Возможно, у вас появится какое-то соображение, которое вы захотите озвучить. Но я хочу к юристам обратиться. Смотрите, Конституционный суд принял определение, что да, презумпция согласия – это абсолютно законная мера. Это значит, что ничего в этом деле измениться больше не может. Мы не сможем добиться другого отношения к нашему волеизъявлению. Антон Леонидович, как юрист, скажите. История на этом не заканчивается. Елена обратилась в Европейский суд по правам человека, где поставила вопрос о соответствии российского законодательства нормам Европейской конвенции. Вообще жестоко ли это гуманно изымать органы без согласия? Нарушает ли это право на семейную жизнь? Я так понимаю, что вот это вот бланк регистрации заявления. Да, вчера мы получили этот документ, который говорит о том, что ход делу дан, и в ближайшие несколько лет мы узнаем решение Европейского суда. Какое оно будет, мы тоже знаем на 100%, потому что буквально в 2014-2015 году по аналогичному абсолютно делу, только против Латвии, Европейский суд принял решение и признал, что это жестоко и бесчеловечно изымать органы без согласия, и нарушает право на частную и семейную жизнь. Это ждет Российскую Федерацию, и к этому Российскую Федерацию подвело именно определение Конституционного суда. Все судьи Конституционного суда знали о том, что мы обратились в Европейский суд. Ну, про Европейский суд я понимаю. Алексей Анатольевич, а есть ли какие-то движения в этом смысле внутри страны? Да, может быть, кто... Да, расскажите. Уже есть, слава богу. Все-таки Конституционный суд в 2003 году выносил аналогичное определение, и он там написал, что отсутствует баланс защиты интересов пациента, донора и пациента-реципиента, и что этот баланс должен быть восстановлен. И слава богу, министр здравоохранения сегодня стоит на неких позициях все-таки уважения прав граждан и прав налогоплательщиков, и в предполагаемом новом законе все-таки некие инновации положительные будут. Медицинские работники будут обязаны в течение двух часов после поступления такого человека и установления у него диагноза смерти мозга разыскать родственников и попытаться узнать их мнение. Ну, если не смогут найти, значит, процедура будет продолжаться без их согласия, а если найдут, то родственники должны будут высказать свое мнение. Это некий компромисс обществу для того, чтобы все-таки уважать права. Вторая инновация — это создание единого регистра. Когда все-таки сегодня... Единого регистра чего? Органов или доноров? Мы с вами создадим регистра людей, единого регистра отказавшихся. Потому что если мы с вами создадим регистр доноров, и не дай бог он... Ну, тех, кто хотят быть донорами, и не дай бог он попадет в чьи-то злоумышленные руки, то мы с вами получим заказные убийства. А вот тех, кто отказался, нужно вести, потому что тогда мы будем точно знать, что эти люди отказались, и они ни при каких обстоятельствах донорами быть не могут. Это второй механизм, который будет стоять на защите. Вот все последние 20 лет у нас никакого механизма информирования не было. Если мы поставим штамп в паспорте, он станет недействительным. На колку сделаем, скажут, ну это шутка и так далее. То есть вот сегодня, слава богу, у университета появилось понимание создать доверие в этой сфере. Доверие – это очень тонкий механизм, он вырабатывается годами. Да, вот так вот по щелчку оно не возникнет. Дмитрий Николаевич, но у меня знаете какой вопрос? Мне всегда казалось, что вообще найти донора, найти совместимый с тобой орган – это вообще дело большой удачи. Не случайно такие пациенты, как Светлана, годами стоят в очереди и ждут не просто какого-то органа, а того органа, который подойдет. Вот то, что так моментально нашелся спрос на тело Алины – это такая счастливая случайность или вообще, так сказать, каждое тело может найти себе применение после смерти? Ну, каждый орган может себе найти нового хозяина, и каждый новый хозяин может себе найти орган. Это, в принципе, достаточно просто сейчас. Почему? Потому что современные методы иммуносупрессивной терапии, той терапии, которую пациент получает после трансплантации, они достаточно эффективны. Вот, раз. Второе. Допустим, на пересаженную, на одну донорскую почку мы имеем лист ожидания порядка, по первой группе крови, допустим, порядка ста человек совместимых. То есть любому из них можно пересадить этот орган с хорошим результатом. Почки две, значит, соответственно, вот сто человек лист есть. То же самое касается сердца, но там есть единственный нюанс, все-таки нужно подбирать с учетом анатомии рецепиента, потому что большое сердце маленькому человеку нельзя пересадить. И наоборот. Маленькое сердце большому человеку, соответственно, тоже. Но, опять же, с учетом того, что лист ожидания состоит не из одного человека по каждой группе крови, а из десятков людей, всегда можно найти... То есть спрос настолько превышает предложение, что... Нет, спрос нельзя говорить, спрос потребность в трансплантации выше. Второй момент, я хотел бы позволить себе сказать все-таки о презумпции согласия и о том, как с ней можно существовать. Понимаете, отрицать ее нельзя. Наше общество не готово к информированному согласию. А чего вы это решили, Дмитрий Николаевич? А чего я решил? Вот напротив меня сидит юрист. Он высказал свое отношение к изъятию органов после его смерти? Наверное, нет. Не высказал, потому что такой возможности мне не предоставляют. Кто? Кто не предоставляет? В законе Российской Федерации 92-го года записано, что человек может высказать... И как он это может сделать? А как? Физически как? А кто должен это определить? Извините, это должны определить, наверное, юристы правительства, юристы Министерства здравоохранения. Можно было бы ждать, что Конституционный суд как раз и ответит на этот вопрос. Но он же этого ответа не дал. И там состоят такие же юристы. Я вам говорю, не такие же, а лучше. Хуже того, Конституционный суд сказал, что вы можете зайти к нотариусу и оформить вот этот вот отказ от дать, значит, быть донорами. А нотариусы имеют эту форму? В том-то и дело, что нотариусы даже не знают, как это оформлять. Потому что никто не оформляет, даже если оформляет, куда вы пойдете с этим нотариально заверенным заявлением? Единственный выход приклеить на грудь, чтобы в тот момент, когда у тебя изымают органы, врач увидел, что вы отказались. Так это тоже значит на грудь. Никаких баз данных нет. Какие там должны... Да, Наталья Борисовна, вслуг для нас, для всех. Это знаете, что это басня «Лиса и журавль». То есть каждый можно вроде бы как высказать, но есть ли обязанность прочитать, понимаете? Тоже «Лиса и журавль». Вспомните эту сказку, басню, да? Ну хорошо, я приклеил на себя, делаю татуировку, а мне скажут, что это шутка. Нет, это мы поняли. Наталья Борисовна, у вас-то есть рецепт? 20 лет государство не удосужилось выработать это... Алексей Анатольевич, давайте мы не будем голову пеплом посыпать, потому что... Да, поэтому мы здесь и собрались. Мы сейчас ищем решение. Да, Наталья Борисовна, вы что так... ...которых говорил коллега. Алексей Анатольевич, я хочу услышать Наталью Борисовну Медлину, пожалуйста. Наталья Борисовна, вы... Я буквально хотела... Ин, я хотела бы добавить два слова. Я могу пойти к нотариусу и оформить какую угодно бумагу. Она у меня будет лежать в спальне. У меня есть ящик. Вот там все документы. Вот она там будет лежать на дне. Но когда я в Екатеринбурге попаду в авиационную катастрофу, у меня вытащит, и я буду, в принципе, готова к трансплантации, буду абсолютно пригодна, несмотря на то, что я имею стаж курильщика, а мое сердце разбито десятками мужчин. Но все-таки я думаю, что я кому-то пригожусь. Но кто кому в голову придет лезть в ящик в моей спальне, искать там этот документ, и кто вообще о нем знает? Нет, но может быть... Даже мой старший сын и кто-то из моих близких не знает о существовании такого документа. Мне кажется, что я совершенно солидарна с сегодняшней. Мы в штамп в паспорте, где написано, что я военнообязанный, женат, прописан там же. И группа крови. У меня такая же группа крови. Это очень важный фактор, который, кстати, очень многих спасает. Вот этот вот штамп о группе крови и резусе фактор. Почему бы там человеку, который достиг 18-летия, затем... Так, Наталья Борисовна, мы это понимаем, что кто и что должен сделать, кто и какое решение должен принять для того, чтобы эта пометка в паспорте стала значимой, юридически значимой. Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь, мы вернемся. В эфире «Открытая студия» мы обсуждаем сегодня перспективы трансплантологии в стране. Они кажутся вполне себе радужными, потому что быть донором органов – это, оказывается, не наше право, а наша обязанность. Так решил Конституционный суд, поскольку есть презумпция согласия, которая позволяет медикам использовать части нашего тела для поддержания каких-то других жизней. Мы начали говорить о том, что нужно сделать для того, чтобы уведомить врачей, юристов о своем согласии или не согласии. Наталья Борисовна, давайте продолжим эту мысль. Итак, кто должен добиться легитимности по метке в паспорте, например, которая будет приниматься в расчет врачами? Вы знаете, вот мы сейчас как раз в перерыве на рекламу с Алексеем Анатольевичем обсуждали эту тему. Допустим, я в 18 лет, или во сколько там паспорт меняют, ну, допустим, в 25, в 45 лет, я всякий раз буду ставить штамп «Я донор». Но не окажется ли, что этот штамп, если в случае, если я очень молодой человек, не начнет ли этот штамп работать против меня? Не начнется ли в отношении меня охота, а там, допустим, кому-то нужна почка или сердце, и не начнутся ли, так сказать, какие-то действия, которые переведут к моей просто элементарной гибели? Это тоже вопрос открытый. Второй момент. Не окажется ли этот штамп, скажем так, индульгенцией для врачей, которые сегодня обязаны провести ряд мероприятий в отношении меня, как полутрупа, да, у которого констатирована смерть мозга, дальше что-то. А здесь, ой, мы открываем ее паспорт, у нее написано, она донор, да не будем мы делать эти анализы. А давайте, секундочку, Наталья Борисовна, мне бы хотелось, да, чтобы это такое тяжелое подозрение, да, мы бы все-таки обратили к врачам и дали им возможность, ну, или сказать, что опасность есть. Инна, простите, Инна, простите ради бога. Можно я еще добавлю одно маленькое замечание? Я общалась со многими врачами, которые, в общем-то, инклюзированы в эту область медицины. И вы знаете, что они говорят? Нет, если вы думаете, что врачи вообще с открытым сердцем бросаются, так сказать, делать операции про трансплантации, этого нет. Этого нет, потому что огромное количество судебных дел, связанных, в общем-то, с теми или иными историями, оно, в общем-то, отбросило трансплантацию на далеко-далеко назад. И мы очень далеки сейчас, это у американцев и у европейцев. Именно, да. И многие говорят, мы не хотим потом сидеть, мы не хотим, чтобы нас таскали по судам, мы не хотим ничего доказывать, что мы где-то здесь что-то не провели, что-то здесь не вкололи и так далее и тому подобное. Естественно, мы и говорим о том, что всего-навсего, да, наше недоверие, оправданное, неоправданное, и наши страхи, да, тормозят сферу, которая может спасать миллионы жизней, Дмитрий Николаевич. Поэтому вы мне скажите, пожалуйста, а как система нас страхует от недобросовестности, ну, каких-то возможных теоретических медиков? Да никак она не страхует. Никак не страхует. Никак не страхует. Никто не застрахован умереть в реанимационном отделении не от того, что у него заберут органы, а от того, что просто его проспят. Никто от этого не застрахован, поверьте мне. Хорошо, но если, ну, тогда получается, да, что мы обречены. И вот то, о чем говорила наша московская коллега, это как раз вот те опасения, которые возникают у большинства трансплантологов при обсуждении новой редакции закона о трансплантации, где предусмотрено информированное согласие. Потому что именно о таких опасениях народа мы и думаем. Они плавают на поверхности. Но ничего не происходит. Да, Лев Мысич, вы хотели что-то добавить? Я хотел сказать, что меня поражает, что мы взяли на себя вот здесь, сейчас, ну, это здорово, конечно, то, что и должно было быть. Должна была быть мятная общественная дискуссия юристов, врачей, трансплантологов, несчастных попавших в эти ситуации. Это первое. Второе. Ну, а что мы толчем немножко, послушайте, в большинстве стран все-таки есть информированное согласие. И там все-таки, как мы услышали, в 10 раз больше желающих. Так потому и толчем, да, что у нас его нет, и нас об этом никто не спрашивает. Значит, путь ясен. Нет, вопрос, можно сказать, уточнение по поводу, вот фразы сказано, что там в 10 раз больше желающих. Те цифры, которые назывались из студии о количестве доноров, это цифры количества доноров посмертных на 1 миллион населения. 34. Это уже состоявшиеся доноры, это те, у кого органы были изъяты и были пересажены. Ну, по их согласию. Не важно, по согласию. Ну, нам важно. Нам сегодня это важно. Нет, понимаете, не важно как. И поэтому говорить о том, что у нас мало народу желает, мы не можем, мы не знаем этого количества. Мы их не спрашивали, но зато мы... Мы не знаем этого количества. Но мы знаем, что по данным Левада-центра, 40% россиян уверены в том, что торговля людьми на органы распространена широко, да, и именно поэтому, в том числе, у трансплантологии, которая призвана спасать жизни, такая чудовищная репутация, я предлагаю посмотреть сюжет Марии Евсюковой и продолжим разговор. То, что щупальца черных трансплантологов тянутся из-за океана, уже давно ни для кого не секрет. Спрос на органы в США и Европе превышает предложение. Главной страной, где больше всего распространен этот криминальный бизнес, считается Китай. Только там, по версии следствия, жертвами незаконных операций стали 2 миллиона жителей КНР. Дороже всего на черном рынке почка. По некоторым данным, ее стоимость достигает 265 тысяч долларов. Печень в районе 160 тысяч. Сердце оценивается в 120 тысяч долларов. Впрочем, ряды доноров постоянно пополняются. Причем за счет конфликтных зон. Во время Косовского конфликта пленных сербо вывозили в лабораторию Албании. Но и уже в более спокойном 2012-м жертвами нечистых на руку врачей из Косово стали трое россиян. В Косово была создана и действовала с 2006 по 2008 годы транснационально организованная группа, которая занималась преступным изъятием человеческих органов с целью их последующей трансплантации за деньги. В настоящий момент мы можем уверенно утверждать, что группа была международной. Как среди доноров, так и среди преступников лица целого ряда стран. Донорам еще живым обещали от 30 до 50 тысяч евро. А после операции их просто-напросто обманывали. В 2013 году прокуратура доказала, что в Косовской клинике проводили десятки незаконных трансплантаций. Пять человек осудили на сроке от трех до восьми лет тюрьмы. Неудачно замели следы и египетские трансплантологи. Вот результаты вскрытия. В брюшной полости жертвы отсутствует значительная часть желудка, печени и одной почки. Однако согласия на донорство Евгений Кузнецов не давал. Тело в Россию поступило вскрытое. И эксперты российские уже обнаружили отсутствие почки и части печени. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Семья Кузнецовых отправилась на отдых в Кургаду. В баре супруг Светланы Евгений повздорил с земляком. И во время драки упал и ударился головой. Я не понимаю, на каком этапе произошло изъятие органов. И наступление смерти в результате чего. То есть до того, как он умер или не умер, а отключили. Изъяты были органы. Или после смерти. Тогда, получается, меня обманули. И я приехала, когда он уже... И через несколько часов, когда он скончался. На руках у вдовы все необходимые документы. Уголовное дело о незаконной операции уже несколько раз прекращалось. Но опускать руки Светлана не намерена. Впрочем, подобные громкие разбирательства, говорят эксперты, редкость. Не потому, что таких вопиющих случаев мало. А потому, что найти и разоблачить преступников очень сложно. А вот вообще, это ужасная категория. Реальная или мифическая. Черные трансплантологи. Они вообще в реальностью существуют? Или это наши страхи и наши опасения? Анатолий Леонидович, вы знаете? Здесь нет ничего мифического. Вот дело Алины Саблиной. Из тела Алины было изято 6 органов. В документ, самый главный документ об изятии органов, было зафиксировано только 2 органа. Сердце и почки. Куда делись остальные 4 органа, никто нам ответить не мог в суде. Хорошо, а вы подали в суд на именно это действие? И что сказал вам суд? Нам суд не разрешил допросить трансплантологов. Сказал, что это не относится к делу. Дмитрий Николаевич, а так вообще бывает, что в документы медицинские написали 2, а взяли 6? Ну, из того, что я услышал, сегмент аорты, он никогда, ну, может быть, не вписан. Почему? Потому что он берется в том случае, если есть сомнения в том, что сосуды почек можно будет адекватно адаптировать сосудами доноров. Это используется как пластический... Как пластический материал, да. Это раз. Второе. Надпочечники зачастую, которые прилежат близко к почкам, при изъятии органов, могут быть изъяты вместе с почками. Могут быть просто разрушены при изъятии, если, ну... А почему... А если это вообще, ну, стандартная, что ли, процедура, а почему тогда суд не поинтересовался мнением врачей? Почему он не запросил этого объяснения? Я вам могу объяснить. Дело в том, что когда мы начали выяснять, куда же, например, может пойти аорта, исчезнувшая, мы выяснили, что аорта может быть использована для получения такого вещества, как коллаген. Это самое лучшее омолаживающее вещество на сегодняшний день. Но все-таки наша аорта, это не единственный, мне кажется, источник коллагена для косметологов, чтобы таким так сложно его добывать. Но когда из тела пропадает 4 органа, у нас возникают вопросы, которые ставят под сомнение вообще частоту трансплантологии. Это нужно прекратить. Если из тела изымается 6 органов, фиксироваться должны быть 6. Алексей Анатольевич, вот как быть в этой ситуации, когда суд не считает, что это повод поинтересоваться? Ну, Конституционный суд ограничен юрисдикцией. Это был не Конституционный суд, это было не приглашать. Это был районный суд, Алексей Анатольевич. Это был районный суд, да. Конечно, вы понимаете, конечно, наша страна в целом не хочет иметь имидж Косова. Поэтому политическая направленность неких решений судов, она в этом смысле прослеживается. Что было с известным делом 20-й клинической больницы Московской и так далее. Я говорю о другом, хотел сказать. Если приказом Министерства здравоохранения определен перечень органов, которые могут быть изъяты из тела человека, они, я абсолютно согласен с адвокатом, должны эти все органы быть перечислены в протоколе изъятия и в последующем не должны пропасть никуда. То есть вот то, что было 6А2-2-6, это, конечно, с моей точки зрения, это жесткий криминал. Вот это и порождает недоверие граждан к трансплантологии. Как себя вести и кого наказывать? Презумпция согласия 20 лет, а органов-то нет. То есть у нас было самое благоприятное законодательство для трансплантологии, а органов нет. Следовательно, ни врачи, ни пациенты этому, сами врачи этому не доверяют. Алексей Анатольевич, я к вам сейчас, как член управления Лиги защиты прав пациентов. Вот если районный суд отказывает рассматривать эти нюансы, дальше куда идти, кому жаловаться, и можно ли добиться результата? Я питаю сегодня иллюзию только на Европейский суд по правам человека. Он должен однозначно высказаться по этому вопросу, и только тогда мы сможем нашу отечественную практику привести в мировое русло. Я сегодня не верю районным судам, я не верю даже городским судам, которые во многом ангажированы в этом вопросе. Я вас поняла. Вопрос в гимнальности трансплантологии, он очень бросает тень на страну, понимаете? Поэтому судьи не могут для себя такой ответственности. И на страну, и на медиков, что вообще на мозг, это совершенно чудовищно. Что такое решение суда? Это именем Российской Федерации. Да, Алексей Анатольевич, да. Дмитрий Николаевич, да, Александр Анатольевич говорит о том, что законодательство, кстати, такое, самое благоприятное, а органов для пересадки не хватает. Мы можем сегодня судить вообще сколько, как различается потребность и возможность эту потребность удовлетворить? Какая пропорция? Пропорция не в пользу удовлетворения потребности, это раз. Я позволю себе сказать, что в больном обществе найти изолированный здоровый орган это достаточно сложно. Притом мы должны понимать, что трансплантация это, в общем-то, зеркало нашего здравоохранения в целом, как это не прискорбно. Конечно. Потому что она отражает все этапы. Не, ну мы себя вот... Мы разглядели сейчас в зеркале, нам не нравится, давайте, значит, где-то... Давайте менять. Давайте меняться. Я могу привести пример Санкт-Петербурга. Основной источник донорских органов это пациенты с черепно-мозговой травмой. В городе Санкт-Петербурге в связи с определенными действиями смертность от черепно-мозговой травмы составляет 1%. Один. Мы умеем в городе в нашем лечить черепно-мозговую травму. Это ответ на подозрение, что... И доноров у нас, соответственно, не хватает для удовлетворения своих потребностей. А вы говорите, системы никак нас не страхуют от недобросовестности. Системы не страхуют, потому что по другим направлениям этого не происходит. Я вас поняла. Это сложилась так благоприятная ситуация. Поскольку, как сказал Лев Моисеевич, у нас тут открытая общественная дискуссия, которая должна была давно состояться, я сейчас дам возможность нашу уважаемую аудиторию задать свои вопросы, если они у вас есть. Давайте. Поможете? Здравствуйте. РГПУ имени Герцена. Константин Игоревич. С таким вопросом к вам. Как вы считаете, какие органы можно изъять у живого человека, чтобы потом не привело к его смерти? Это почки, печень? А может ли человек быть донором органов и при этом остаться живым? Может, он может быть донором парных органов, коим относятся почки легкие, и может быть донором доли печени. Собственно, на чем держится трансплантация печени детям в России? Мы ответили на ваш вопрос. Я бы хотела обратиться в медиа-центр. Коллеги. Да, действительно, у нас не было процессов, касающихся открытых судебных черных трансплантологов, но, тем не менее, в интернете не составляет никакого труда на эти десятки объявлений, которые размещают желающие продать свои органы. В основном почки, доли печени предлагаются к продаже. Но, конечно, намного интереснее вопрос, а кто выступает покупателем этих органов? Есть, откровенно, фейковые по виду объявления. Вот некий доктор из Индии предлагает за почку 200 тысяч долларов. Но вот среди этого потока интернет-сообщений мы нашли человека, который показался нам абсолютно реальным. Речь идет о Илье Самсонове, который представляется доктором. И он совершенно открыто разместил объявление о том, что готов приобрести почку. Нужен донор до 45 лет, гонорар 75 тысяч условных единиц. Здесь же он пишет, что нужен полный пакет документов, потому что, помните, в первую очередь, вы хотите решить свои финансовые проблемы, а не помочь другим. Сколько желающих обратилось к Самсонову, мы не знаем. Но, опять же, на своей странице в одной из социальных сетей он написал целую инструкцию для таких граждан. Как пишет Самсонов, нужны обязательно анализы, потому что из 10 человек, которые к нему приходили, 5 оказались недообследованными и непригодными к трансплантации. Опять же, судя по фотографиям, которые он размещал на своей странице, работает господин Самсонов в 31-й больнице Петербурга, или, по крайней мере, имеет к ней отношение. Но там ли производятся операции, и как происходит вообще этот нелегальный бизнес, неизвестно, потому что на наши вопросы Самсонов отвечать отказался. Я могу сказать так. 31-я больница в Санкт-Петербурге в течение длительного времени занималась трансплантацией почки. Последние 5 лет почка там не пересаживается. Поэтому я думаю, что это просто какой-то аферист, который... Секундочку, а кто это должен проверить? А кто это должен... Кто должен заинтересоваться такого рода объявлением? Следственный комитет, прокуратура. Хорошо, а кто должен... Надо заявление написать? Или они, например, должны мониторить сами социальные сети на предмет? Я думаю, что это не единственное объявление. Ну, не единственное. И действительно, черный рынок органов, он существует. Кто? Наталья Борисовна. Следственный комитет. Ну, я думаю, я не исключаю, что это, так сказать, одна из акций правоохранительных органов, которые таким образом выявляют, в общем, ловят на живца. Но я бы хотела вернуться от таких фейковых объявлений все-таки к теме прозрачности. Вы знаете, я присутствую, опять же, вернусь в Испанию, которая для меня по данному вопросу все-таки далеко впереди России стоит. Я в Испании, вот то, о чем говорил Алексей Анатольевич, существует единый центр. Единый центр нуждающихся. Он находится в Мадриде. И я присутствовала в тот момент, когда погиб очень известный испанский велогонщик. Во-первых, это здоровый, крепкий, молодой мужик. Он погиб где-то там, допустим, в Дэнии, я не знаю, под Валенсией. И вот как работает эта система. Его тут же, как бы сказали наши замечательные журналисты, распотрошили. Но я наблюдала эту картину. У меня не было вообще ни одной секунды, ни одной мысли о том, что произойдет какой-то криминальный акт. Потому что сидели женщины, которые тут же мониторили, что, например, в город А нужна роговица глаза, в город Б нужна трахея, в город С нужно такое сердце, в город Д нужны такие почки, суставы коленные, что-то легкие и так далее. Потому что у него было согласие, то есть у него была карточка «Я донор», как правило, люди, имеющие отношение к вооруженным силам, имеющие отношение к спорту, они, в общем-то, составляют, они как раз составляют те 35 человек из миллиона, которые дают добровольное согласие на то, чтобы стать донором. И вы знаете, вот эта система, она мне показала, и тут же полетели вертолеты. Понимаете, вертолеты полетели. И это все снимается. И то, что вы сейчас говорите, Наталья Борисовна, вот это мне почему-то, я встречалась, знаете, я встречалась с розоплантологами, которые показывали мне хранилище кожи, роговицы глаз и так далее. И у меня было ощущение абсолютной прозрачности. Наталья Борисовна, то, что вы говорите сейчас, только способно повергнуть нас в уныние, потому что, да, в ближайшие годы, ну, так кажется, по крайней мере, сейчас положение дел в вопросе этики и доверия не изменится, а это значит, что в ближайшие десятилетия мы будем лишены тех возможностей, которые есть у больных, нуждающихся в той же самой Испании. Давайте, я продолжу задавать вопросы залу, не задавать, а дадим возможность высказаться и спросить, у кого есть, давайте. Здравствуйте, Ксения, студент. Скажите, пожалуйста, известно, что существует практика выращивания искусственных органов и есть ли случаи пересадки искусственных органов в России? Спасибо. Да, спасибо. Дмитрий Николаевич, вам, наверное... Пока нет. Пока нет даже возможности вырастить. Наталья Борисовна, а в Европе это практикуется? Тоже нет. Вам об этом что-нибудь известно? Я не специалист. Нет, в Европе тоже нет. А, в Европе тоже нет. Это экспериментальные работы. Все, все? Могут быть только в плане попытки вырастить. Да, да, понятно. Еще вопросы? А, давайте. Со свиньями, по-моему. Скажите, пожалуйста, если человек добровольно уже при жизни дает свое согласие, в этой жизни может ли он воспользоваться какими-то льготами? А, ну, кстати, да, уж если не деньги, то, может быть, хотя бы какие-то преференции. Это может обсуждаться? Это этично? Проезд в Москве. Нет, подождите, кровь мы сдаем ну там за денежку. Да, как правило. Что плохого в том, чтобы ну как-то компенсировать жертву или самого донора или его семьи? Алексей Анатольевич, что скажете? Нет, это не предусмотрено законодательством и не может быть предусмотрено. У нас много еще не предусмотрено. Связано со смертью, понимаете? Мы не можем с вами в этом как бы получить какую-то индульгенцию от государства в форме там монетизации или в форме каких-то льгот. А вдруг ваш орган никому не подойдет? Как это отслеживать? То есть ну это вообще, знаете, как вот ложки нашлись, а осадок остался. Вот, понимаете? Нельзя за это... Слушайте, ну это как наследство. После смерти в право наследства вступают родственники. Да, или там ближайшие, да, или родители, там дети, жены, мужья. Да, почему не предусмотреть такой возможности? Почему юридически это неправильно, Антон Леонидович? Что-то не признается правом собственности. Нельзя считать органы собственности. То есть мое сердце это не моя собственность? Да, когда мы в суде поставили этот вопрос, над нами просто смеялись. Например, в том же самом в Соединенных Штатах Америки признается квази-право собственности на органы. А смеялись это буквально? Буквально. То есть вот в чем еще проблема, да? Очень циничная. Да, специалисты... Судьи тоже не являются донорами у нас никогда. Понимаете? Ни одного судьи не было доноров органов. Поэтому, конечно, смеются. Медиа-центр хочу услышать. Коллеги. Да, Инна, ну, слушайте, телефоны в медиа-центре сегодня, конечно, не умолкали. Люди много чем возмущены. Но вот, например, вопросом, какое отношение имеет мать к телу своей дочери? А сколько заплатил человек, которому поставили эти органы? Он наверняка сотни тысяч, а матери не копейки. Это первое. Дальше люди говорили о том, что такой подход, как пересадка органов, на смерти людей. Вот Александра Сталина трансплантация органов за деньги, самое страшное преступление. Каждый год исчезают тысячи людей, их никто никогда не находит. До тех пор, пока есть те, кто платит за пересадку органов, будут те, кто ищут жертв. Они опасаются того, что при наличии так называемых листов заказов врачи могут быть не заинтересованы в реанимационных мероприятиях и вступать в сговор с трансплантологами. Доказать это почти невозможно. Ну, говоря о голосовании, 70% наших зрителей категорически не согласны становиться донорами послушаем, о чем еще. Сегодня были звонки. Во мне две берцовые кости каких-то неизвестных мне людей уже 25 лет. Я очень благодарен неизвестным мне донорам. И если я кому-то нужен, я себя завещал. Побольше, это нельзя делать. Это неправильно. Начнут бить людей и подстраивать это все. Сегодня ни у кого нету здоровых органов. Вся семья, только за. Если кому-то спасет эта женщина, пожалуйста, берите. Мы хотя бы помогли этим родственникам похоронить. Я хочу знать при жизни свой орган и куда это можно обращаться. Хотя, мне кажется, реестр тех, кто категорически не желает быть донором, решает, по крайней мере, проблему со страхом того, что тебя могут просто убить. Мы спросили у нашей интернет-аудитории, готовы ли они стать донором. Вы все участвовали в нашем сегодняшнем разговоре. Я хочу, чтобы вы сейчас ответили на этот вопрос. Возьмите, пожалуйста, в руки пульты и проголосуйте, да или нет. Согласны ли вы стать донором после смерти? С учетом всего того, что здесь прозвучало. Мы прерываемся на очень короткую рекламу для того, чтобы вернуться и продолжить разговор. Так что, оставайтесь с нами, пожалуйста. Аксения Анатольевич, я тут женская. В эфире «Открытая студия» мы сегодня говорим о перспективах трансплантологии в России, о праве или обязанности нашей, нашим праве и нашей обязанности на донорство органов. Перед уходом на рекламу я спросила вас, участников нашего разговора, согласны ли вы были бы после смерти стать донором органов, учитывая все то, что здесь было произнесено. Давайте посмотрим, как вы ответили. Больше половины наших зрителей, которые участвовали в разговоре, все-таки считают, что это было бы важно. Я надеюсь, что и наши зрители телевизионные, и наша интернет-аудитория, может быть, тоже кто-то поменяет свое решение. И может быть, я, кстати, подумаю о том, чтобы действительно дойти до нотариуса и зафиксировать, например, свое отношение к этому делу и как-то буду держать поблизости, не дай бог, хотя я рассчитываю прожить долгую жизнь. Я хочу спросить наших уважаемых экспертов. На ваш взгляд, дело Алины Саблиной, оно затормозит развитие трансплантологии в России с учетом всего того цинизма, недоверия, недопонимания, о котором мы говорили? Или напротив, нас ждет изменение правил, уважение к нашему выбору, ну и в итоге спасенной жизни. Я прошу экспертов высказаться. Дмитрий Николаевич, начните вы. Я думаю, что ничего не изменится. Это не первое дело, не последнее дело, и здесь ничего не изменится в ближайшие годы. Антон Леонидович, вы тоже считаете, что ваши усилия, они не больше, чем утешение для семьи? Я абсолютно не согласен. С предыдущим мнением изменится многое, и это дело, оно будет как раз толчком к тому, чтобы что-то менялось. 24 года ничего не менялось, потому что не было таких дел. Сейчас, благодаря мужеству Елены, мы заставим эту систему прогибаться, меняться, принимать новые правила и уважать наши чувства, наши права. Елена Владимировна, вы примите, пожалуйста, от нас еще раз глубочайшие соболезнования, нашу благодарность, потому что ваша судьба заставила нас так подробно и так честно, называя вещи своими именами, говорить об этом. Лев Моисеевич, что скажете? Хотелось бы верить, хотелось бы верить. Я как бы понимаю и одного коллегу, эксперта, и второго. Хотелось бы верить, что это может привести к каким-то изменениям, но я думаю, это будет очень сильно зависеть от активности всех тех, кто называется врачами, юристами, журналистами, и телезрителями, и всеми нами. Алексей Анатольевич, что скажете? Я не питаю иллюзии, я все-таки ожидал от Конституционного суда более побудительного мотива, большей активности побуждений Государственной Думы в принятии нового закона все-таки с элементами презумпции согласия. Наталья Борисовна, ваше слово. Я хочу, независимо от того, говорили бы мы о трансплантологии или о чем-либо другом, я хочу, чтобы все мы проявляли больше терпения и добросердечия, потому что в основе все-таки трансплантологии лежит добрая воля каждого человека, особенно, если мы говорим о родственниках и помните, одна спасенная жизнь это все человечество, это весь мир. Я хочу еще раз это произнести. Спасти кому-то жизнь, умирая самому, это, ну правда, наш шанс на бессмертие, но мы должны иметь право выбора. И за это право выбора мы должны с вами бороться. Это была открытая студия. Продолжение следует...